Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Цель продвижения — одна из самых важных настроек рекламной кампании Facebook. От нее зависит, на что будут ориентироваться алгоритмы при оптимизации рекламы. Мы заходим в «Бизнес-менеджер» и в левом меню переходим в «ADC-менеджер». Теперь мы настраиваем рекламу только так. Всегда. Затем нажимаем на «Создать объявление», и первое, что нам надо сделать — выбрать стратегию продвижения. Здесь мы видим много разных способов, но на самом деле их всего три, а все, что в столбиках — это подтипы. Чтобы выбрать цель продвижения, надо ответить себе на вопросы — что я продвигаю и что я хочу получить. Вариантов ответа на оба вопроса может быть множество, но я возьму основные категории. Я хочу продать, я хочу оповестить, я хочу лайков, подписчиков, обратной связи и так далее. Ответив на эти философские размышления, мы возвращаемся в Facebook. Facebook предлагает нам три категории целей — узнаваемость, рассмотрение и конверсия. Узнаваемость — это я хочу оповестить, рассмотрение — это я хочу лайки или переходы, конверсия — это я хочу продать. Выглядят они следующим образом. Эти категории зависят от типа взаимодействия с пользователем. Так, узнаваемость учитывает только показы, лиды взаимодействия внутри соцсети, а конверсия при оптимизации опираются на данные, которые предоставляет Pixie Facebook или другие источники, например, передача офлайн-конверсии. Для эффективного продвижения вам хватит работы с двумя категориями — это охват и трафик. Охват не учитывает клики или заявки. Основная ее задача — показать объявление максимальному числу пользователей, причем по несколько раз за определенный промежуток времени, чтобы они смогли запомнить вашу компанию. В сочетании с хорошо подобранным креативом и широкой проблемой или продуктом для массового пользователя, стратегия охват сработает лучше, чем трафик и тем более, чем стратегия конверсия. Что касается трафика, я рекомендую использовать данную стратегию в большинстве случаев настройки. Задача этой стратегии — привлекать максимальное количество трафика без учета остальных факторов, таких как количество показов или конверсий. Facebook будет оптимизировать показы так, чтобы максимальное количество пользователей кликало по объявлению. Это значит, что система покажет вашу рекламу не всем подряд, а тем, кто с наибольшей вероятностью совершит переход. Говоря простым языком, Facebook понимает, что этому человеку это интересно, и он готов сделать переход на внешний ресурс. У нас есть еще одна подкатегория, про которую я бы хотела рассказать. Это вовлеченность. Она идеальна для того, чтобы на маленький бюджет, ну, например, 100-300 рублей в день, поднять просмотры и количество лайков на публикации в инсте и получать плавный и недорогой рост подписчиков. Кроме того, вовлеченность отлично работает с рекламой, розыгрышей и акцией и учитывает следующие взаимодействия. Такие как отметки «Нравится», то есть оптимизируется под показ пользователям, которые с максимальной долей вероятности поставят лайк страницы и подпишутся на нее. И ответы на приглашение, посредством которого привлекаются пользователи на мероприятия внутри соцсети. Дальше через вовлеченность мы можем нагнать живые просмотры видео. Есть два варианта использования этой цели. «Сруйплей» увеличивает количество полных или частичных просмотров, которые длятся не менее 15 секунд. И двухсекундные непрерывные просмотры, которые обеспечивают максимальный охват, но при этом пользователь должен посмотреть видео минимум 2 секунды. А теперь к лидам. С помощью выбора стратегий мы можем также получать заявки внутри социальной сети. Пользователи заполнят специальную форму в Facebook или Instagram и оставят свои данные. Например, имейл, номер телефона или какие-то другие. Однако эти заявки остаются внутри рекламного кабинета. Цель сообщения позволяет увлечь пользователей перепиской с вашей компанией, быстро наладить связь с ними и рассказать о своих услугах. Система ищет тех пользователей, кто чаще остальных общается с чат-ботами. Таким образом, если вы хотите сделать переходы на сайт, вы выбираете трафик, если показать максимальному количеству пользователей охват и вовлеченность для продвижения контента внутри сети. В следующих уроках я расскажу, как сделать продающий креатив и запустить свою первую рекламную кампанию. Когда-то у меня на это ушло 20 часов. У вас, я уверена, это получится гораздо быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...